Музыка Настоящего горя мало не бывает. Оно вдвойне, когда его лицо молодо. Это Александр Зеленский, дипломант республиканского конкурса программистов. Это он же. Между первым и вторым фото «20 дней» и игра квест, что значит приключения. Поначалу игровые приключения были виртуальными, но затем игры реальной напоминали о старых казаках-разбойниках и пионерской зорнице азартом в преодолении. Но сложности, с которыми столкнулся Александр Зеленский, могли вывести его за пределы жизни. После поездки, где Саша отдыхал с руководителем игры, он заболел. Одесские врачи никак не могли установить диагноз. В Санкт-Петербурге, где более совершенная техника, подсказали путь поиска. И результат ошеломил. Пациент был отравлен талием. Открытый в позапрошлом веке металл с века прошлого используют как яд. На его счету ни одна жертва. С ним связывают и отравление разведчика Литвиненко, и журналиста Чихачихина. Но почему талий стал причиной несчастья Александра Зеленского? С возбуждением уголовного дела руководителя Квеста задержали. Он рассказал в милиции, что там в затоке бутылка с залитым водой ядом была в его машине. Александр же эту воду выпил. Но как было на самом деле, у него теперь не спросишь. Вопросы возникают один за другим. Почему руководитель Квеста отдыхал с отравой? Чувствует ли он со своим высшим медицинским образованием ответственность за то, что случилось? Если бы тогда в начале Сашиной болезни этот доктор сообщил о злополучной бутылке, то врачи избавили бы Александра от жуткого поворота событий. Моя попытка связаться с этим владельцем талия оказалась безуспешной. Но может ситуацию прояснить следователь городского управления милиции Муравьев, который уже год расследует ее. На мое предложение о встрече по делу Зелинского следователь ответил. Я побожествую, что человек и не был. В течение недели, когда мы готовили к эфиру этот сюжет, следователь так и не позвонил. Неужели того человека он так и не отпустил? Ну вот что рассказывает о владельце Италии адвокат Александра Зелинского Младен Бардук. Изначально подозреваемый признавал свою вину. Если вообще можно называть данное лицо подозреваемым, потому что на сегодняшний день ему подозрение не объявлено. Но на первоначальных этапах он признавал свою вину, давал признательные показания, что действительно он причастен к совершению данного преступления. Чисто сердечно раскаивался. Сегодня это лицо не признает свою вину. Но это его право. Следствие игнорирует все ходатайства стороны потерпевших. Не проводит те следственные действия, о которых мы ходатайствуем. Более того, у нас на сегодняшний день даже нет ответов. То есть следствие приняло их ко вниманию, наше ходатайство, или не приняло их ко вниманию. Мы заявляли ходатайство допросить ряд свидетелей, которые были очевидцами совершенного преступления. Мы заявили ходатайство провести ряд экспертиз, провести обыски у подозреваемого лица. Все эти следственные действия не были совершены. Следствие неоднократно старалось закрыть это дело. Выносились постановления в апреле месяце, в июне месяце о закрытии уголовного производства, которые в дальнейшем были отменены прокуратурой города, как незаконные. Само по себе закрытие уголовного производства не имеет большого значения по данному делу, потому что его можно обжаловать как прокуратуру, что было сделано, так и в суд. Однако данные постановления о закрытии способствовали снятию ареста с имущества. Потерпевший получил инвалидность первой группы пожизненно, и поэтому ему причинен значительный материальный ущерб. На сегодняшний день проводится реабилитационный курс по восстановлению здоровья, который требует ежедневных серьезных финансовых расходов. Поэтому потерпевшим был заявлен гражданский иск в рамках уголовного производства, который на сегодняшний день ничем не обеспечен, так как арест был снят с имущества. Мы неоднократно обращались в прокуратуру города с ходатайством об отстранении следователя, так как считаем, что неэффективное следствие в первую очередь обусловлено отношением следственного органа к данному делу. Однако мы получаем отписки, либо вообще не получаем никаких ответов. Родители Саши Зелинского – пенсионеры. Чтобы поддерживать сына, они продали большую квартиру в центре, машину и роскошную свою библиотеку. А здесь, в Хрущевке на Юго-Западе, Сашина комната стала подобием спортивного зала. Он упорно тренируется, остальное время проводит за компьютером. В центре Литпака ему помогали, как могли, а сам он поначалу не мог практически ничего, даже ноги разогнуть. И читать учился заново, вот по этим написанным мамой буквам. Много жалоб написал отец инвалида Валерий Зелинский, но правоохранители, если отвечали, то в основном отписками. Однако Валерий Николаевич писал снова и снова. Ни одна, казалось бы, крепкая семья распалась и при более слабом житейском ветре. А у Зелинских наоборот. Общее горе соединило еще крепче. Какую перспективу увидят они? К сожалению, в том состоянии, до которого он дошел, очень тяжело выйти из этого состояния. В настоящий момент он страдает тяжелым неврологическим заболеванием, бульбарным синдромом. То есть у него нарушена координация движений, движения хаотичные. И, честно говоря, вот положа руку на сердце, я консультировался с очень большим количеством специалистов и здесь, и за рубежом. И очень малые шансы на то, что мой мальчик станет хотя бы на 50% здоровым. То есть сможет сам себя обслуживать и так далее. К большому сожалению. Очень сильно был поражен мужичок, очень сильно была поражена нервная система. Семья Зелинских нуждается в помощи. Помогите по возможности. Реквизиты. Гривна. Получатель. Зелинский Валерий Николаевич. ИНН. 19, 43, 91, 30, 12. Номер счета. 292-448-255-09-100. МФО. 305-299. Наименование банка. Приватбанк. Окно. 143-605-70. Назначение платежа Зелинскому Валерию Николаевичу. Материальная помощь для лечения в Украине. Пополнение карты номер 516-875-720-987-08-90. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова